Второй переулок благодатный. Правда, в прошлом году для местных жителей это название перестало быть говорящим. Между домами затеяли стройку, буквально в паре метров. Дом невысокий, всего четыре этажа, но жить дружно у застройщика и жителей переулка не получилось. Здесь у каждого найдется своя неприятная история, связанная со стройкой. Марина Французова с ужасом вспоминает, когда ее ребенок гулял на улице, в нескольких метрах от него упал кирпич. А после экскаватор задел ее балкон. Как раз в тот момент, когда там находился сын. Застройщик отделался небольшим штрафом от администрации железнодорожного района. Также вызывали скорую. Скорая приехала туда. После того, как скорая стала выезжать в больницу, они нам перегородили бетонной мешалкой. И то есть тоже скорая стояла минут 30, ждала, пока эта бетонная мешалка. На что они говорили, что они не могут закончить свои работы, так как у них застынет бетон. А Елена Жигулева жалуется на шум. Женщина живет в частном доме. От стройки ее двор отделяют буквально пара метров. Ладно, если бы строительные работы велись только днем, признается женщина. Но стройка не прекращается даже ночью. У Елены часто гостят внуки. Дети не могут заснуть. Причем, как рассказала женщина, обращения в полицию не помогают. Мне сломали весь забор. Я обращалась о том, чтобы мне компенсировали материальный ущерб. Никто не реагирует. То, что я обращалась также в полицию с заявлением о том, что в два часа ночи проводились работы, тоже было написано заявление, но оно было проигнорировано. Но с жалобами жители обращались не только в полицию. В начале года сотрудники Министерства строительства действительно выявили нарушения. Одно из них – бытовые разрывы. Это расстояние между жилыми домами. При проверке было установлено нарушение законодательства о градостроительной деятельности. Земельный участок, на котором строится многопартирный жилой дом, расположен по генеральным планам в зоне зеленых насажений общего пользования. Но история на этом не закончилась. После этого свою проверку провела уже прокуратура железнодорожного района. Действительно, для жилых строений высотой 2-3 этажа между длинными сторонами зданий следует принимать расстояние не менее 15 метров. В нашем случае для четырехэтажного дома это расстояние увеличивается до 20 метров. Нарушение, говорят жильцы, допустимое, отвечает прокуратура. Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований. Причем такие проверки проводились дважды. По результатам и первой, и второй проверки, нарушение действующего законодательства при возведении многоквартирного дома в прокуратуре железнодорожного района города Ульяновска установлено не было. Это значит, что четырехэтажный нарушитель спокойствия имеет право на существование. Впрочем, местным жителям от этого не легче. Екатерина Лазарева, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Продолжение следует...